Самбо я пришел в 1958 году, 10 октября. Я запомнил этот день. Я работал на заводе в городе Свердловске. Завод у нас оборона в значении был. Я закончил техническое училище при заводе. Фрезеровщиком стал. И работал. Я однажды, значит, иду с работы, смотрю, объявление висит. Образовывается секция самбо, желающая, просим прийти. Когда я прочитал слово самбо, меня почему-то сразу как-то проникло это слово в мое сознание, что самбо, самооборона без оружия. Я даже не знал, что такое самооборона, самбо. А потом мне тренер говорит, что самбо оборона без оружия. Я говорю, ой, все. И с тех пор полюбил. Начали заниматься. У нас человек 30 набралось. Рабочие. Рабочие все ведь. И школьников не было, и детей не было. Были рабочие. А дело в том, что вот этот завод, вернее, на этом заводе нужно было после училища 3 года отработать обязательно. Мне уже было 18 лет. Меня в Адмию не взяли, потому что 3 года надо было отработать. И вот эти 3 года, они пошли мне на пользу. За 3 года я выполнил первый разряд. И меня в 61 году призвали в армию с первым разрядом. У нас был замполит, такой хороший парень, направил меня на чемпионат Сибирского округа военного. И я выиграл этот чемпионат, стал первым, потому что самбо еще начинало только развиваться. А я как был настоящий самбист, а там много было вольников, классиков. Я их, конечно, поумирал потихоньку. И остался в спортклубе служить. И вот эти 3 года я был все время в спортклубе. И еще параллельно у меня была команда ракетных войск. Сборная нашего округа, Сибирского военного округа по ракетчикам. Потому что с 62-го года начали проводиться спартакиады ракетных войск. И я должен был подготовить ребятишек. Но мне дали ребят, тех же вольников, классиков. И вот за 3 года они стали мастерами спорта по самбо. И я выполнил мастера спорта в 63-м году. И вот после армии, да, вот эти ребята некоторые стали тренерами. И вот у меня, считайте, тренерский стаж с 60-го года где-то. Все вот эти вот, считайте, 60 лет. На будущий год будет 60 лет, как я в самбо. Связан с самбо. Без самбо я не знаю, как жить. Раньше мы даже не думали, что вот 50 лет самбо там или 60 лет самбо. А вот после 70-ти уже почему-то начали задумываться. И наши руководители тоже, что надо отмечать день самбо все-таки. Традиция какая? Традиция, она идет из глубины. Вот в 38-м году, в ноябре месяце приказ был о признании борьбы с самбо. Она же раньше называлась не борьбой с самбо. Когда вот Ощепов тренировал, Спиридонов, потом Хролампиев. Сначала называлась вольная борьба. Потом борьба народов СССР, потому что Хролампиев ездил по республикам. И в каждой республике есть свои национальные виды. Они схожи с самбо. Тоже в одежде борются. Те же казахи, те же грузины, те же туркмены тоже борются в куртках. Некоторые считают, что даже они зародили самбо. Те же казахи, казахов-куреш, это называется борьба. Уже где-то в 36-м году определились, что эту борьбу надо называть... Вот Хролампиев предложил называть самбо. Самооборона без оружия. У нас же есть спортивный раздел, есть боевой раздел. Вот. И самбо укрепилось. И в приказе уже было, что самбо развивать надо. И вот с ноября месяца 38-го года считается день рождения самбо. Как вы отмечаете день рождения самбо? Да как отмечаем? Обычно соревнования. Соревнования. Вот вся жизнь в соревнованиях, вся жизнь в разъездах, вся жизнь на ковре. Мы с Сашей проходили, наверное, десятки километров на ковре. Самое впечатление, конечно, оставил чемпионат Союза 1974-го года. Когда мы с Сашей поехали первый раз на чемпионат Советского Союза. От омского «Динамо». Переживаний было, конечно, очень много. Вот. Тяжелые схватки были. Но самое яркое впечатление, когда стал на первое место. И мы золотую медаль дали. Вот. Ну а так, что за эти вот 40 лет, сколько мы с ним уже, 44 года, вот, никогда мы не спорили. Все друг друга всегда понимаем. Понимаете, нет? У нас некоторые даже говорят, вы друг на друга похожи даже, говорят. Говорят. Очень неприятный был момент в 50-м году, по-моему, в Перми чемпионат Союза, когда Саша вторым стал. Он уже был 8 раз чемпионом. Нет, это был 82-й год, наверное. 8 раз чемпионом был Советского Союза. Это уже он достиг рекорда. У нас был такой Олег Степанов из Москвы. Он был рекордсменом. 8 раз выигрывал Союз. Союз выиграть очень тяжело было. Тяжелее, чем мир. Вот. И Саша в финале боролся с одним грузином. И минуты за полторы попался на конприем. Пошел на прием. Тот его сконтрил. Саня, конечно, бросился, начал отыгрывать. Ну, время кончилось, не отыграл. Стал вторым. Спустились мы в нижний зал проземиночный. Он сел в стенки и слезы бегут. Я его успокаиваю, успокаиваю. Ну вот, обидно проигрывать-то было. Следующий год вышел, 9 раз выигрывал. И сейчас он рекордсмен Советского Союза. Советского Союза нет. Он остался рекордсменом на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова